Киберспортивные новости ММА перешел в Team Acer, руководство Team Acer проделало очень большую и результативную работу, так как привлечь такого величайшего игрока современного Старкрафта дорогого стоит. После нашумевшей истории со Слеерс игрока сватали поочередно в Evil Genius и Axiom eSports, однако южнокорейский талант решил остановиться на другом варианте. Я очень рад встретить новых людей в команде, не думал, что встречу таких замечательных игроков благодаря здешнему микроклимату я буду способен достичь величайших результатов и я буду очень серьезно трудиться. Вот с такими словами ММА вступил в ряды Старкрафт подразделения команды, с таким пополнением перспективы организации всем понятны, но игрокам, которые уже состояли в команде, это также даст очень хорошее и замечательное преимущество. Для украинского игрока под ником Blight тренироваться с ММА будет очень и очень продуктивным делом. Кто как неопытнейший из игроков сможет полноценно оценить недостатки своего оппонента и самое главное указать на эти недочеты. Теперь команда Team Acer полностью укомплектована и стоит отметить, что шансы на попадание в призовую зону на любом турнире составляют очень и очень неплохие. Мы желаем Team Acer удачи и не останавливаться на достигнутом и пополнять свои ряды самыми именитыми игроками. ДОКТИМ Очередной вечер с CSGO нельзя сказать, что преподнес много сюрпризов, но и не отметить победу команды ДОКТИМ над очень сильным и крепким соперником в лице Моуспорт нельзя. После довольно-таки скандальной переигровки против Rush 3D в рамках того же StarLadder многие коллективы на месте ДОКТИМ опустили бы руки, но как мы видим, одни из ведущих игроков CSGO сцены в России не сбавляют темпов и продолжают обыгрывать серьезные команды на турнире. Победа досталась минимальным счетом 16-14 на карте Demirage CSGO. Несмотря на победу, минимальный счет свидетельствует тому, что команде есть над чем работать и корректировать игру нужно обязательно. Поэтому будем ждать очередных матчей, чтобы взглянуть на исправленные ошибки. Ну а в рамках турнира TrueOpen команда Meep переиграла французов Лоригейн 16-6 на карте Dead Rain SE. Если честно, подобные счета между этими командами не так уж часто увидишь, и эти принципиальные соперники постоянно привлекают своей игрой множество зрителей. 16-6 счет, который должен дать французам еще большей мотивации перед предстоящим турниром серии DreamHack, так как мы уверены, что руководство команды ставит перед ребятами самые высокие задачи, и карму вторых мест пора бы уже и снять. Ну а очередной киберспортивный вечер самой востребованной киберспортивной дисциплины второй дотой прошел, как всегда, ярко и интересно. В рамках StarLadder команда Na'Vi переиграла шведов Pulse и Sports, а вот очередные представители Украины Illuminate проиграли немцам из Team Zero. Видимо, игрокам из Illuminate есть над чем работать, чтобы показывать более уверенные результаты, нежели в этом матче. В дальнейшем будем более плотно следить за результатами этих ребят. Ну а результаты остальных матчей в рамках других турниров на ваших экранах. Турнир Mine eSports пройдет в Праге, Чехия в декабре 2012 года, станет одним из последних турниров года по CSGO. Призовый фон чемпионата будет равен 10 тысячам долларов, что очень и очень неплохо. Местом проведения выбран 5-звездочный отель Каринтия. Своё участие на турнире уже подтвердили в Ery Games топовой команды мировой Global Offensive сцены. В Чехию собрались и ребята из DATIM, которые в последнее время наделали очень много шума на просторах СНГ CSGO сообщества. Ребята неплохо начали свое выступление после реализа игры в CSGO и продолжают радовать своих фанатов выступлениями на турнире StarLadder. К сожалению, один из игроков состава, Георгий Волк и Дит Яскин, не имеет действующего загранпаспорта, и поэтому выехать за рубеж не сможет. Его и будет заменять Дмитрий Хуч Богданов. Для Хуча такая поездка будет очень перспективной в плане новой игры. Хуч очень быстро окреп в новой версии Counter-Strike и готов продолжать свою киберспортивную карьеру. Посмотрим на результаты DATIM в Чехии и, конечно же, желаем им только удачи. Национальная комиссия Украины по защите общественной морали выступила против распространения Mortal Kombat 9 на территорию Украины. По результатам экспертных исследований указанных игр установлено, что игра Mortal Kombat 9 не отвечает действующему законодательству Украины в сфере защиты общественной морали, поскольку содержит пропаганду, культ насилия и жестокости. Обратив внимание на кадры игры, стоит отметить, что разработчики виртуального файтинга действительно переборщили с эффектами реальных боев. В игре представлены много видов холодного оружия. Ножи, сабли, топоры, с помощью которых игроки, не достигшие совершеннолетия, могут неоднозначно воспринять все эти элементы. Психика ребенка, которому 14-15 лет, конечно же, не устоявшаяся, и играя в подобные игры, формирование этой же психики может нарушиться, и ребенок может получить, так сказать, психологическую травму. Конечно, родители должны следить за тем, во что играет их ребенок, но сами продавцы подобных игр должны понимать, кому в руки попадет их так называемый, в кавычках, безобидный шедевр. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok